В тот случай, когда совсем ничего нельзя, этот зефир наверняка вам можно будет. Всего два ингредиента с пользой для фигуры и здоровья. Готовится быстро, просто и получается вкусный, нежный, полезный зефир. Мне он очень нравится, особенно сейчас я на чистке. И этот зефир просто для меня наслаждение. Нам понадобится яблочное пюре. Я беру свое пюре, которое я сама приготовила, потому что от магазинового он отличается очень сильно по вкусу. Но можно и магазинное брать. Добавляем желатин. Желатин у меня 220 bloom. Перемешиваем и ставим просто на водяную баню. Потихонько помешиваем. Сейчас у нас пюре еще густое. Нам нужно его мешать, чтобы все вот эти комочки желатина растворились. Но при этом не доводим до кипения, чтобы просто растворился желатин и получилось такое нежное пюре. В принципе, это уже вкусно. Вкусно просто, если даже вы сделаете яблочное пюре. Дальше оставляем, даем остыть. И когда наше яблочное пюре остыло до комнатной температуры, мы его взбиваем до вот такого нежного белого состояния. Берем форму. Форму мы здесь можем брать любую. Силиконовую. Либо же, как у меня, стеклянную. Я обмазываю ее просто водой, чтобы хорошо прилипла пищевая пленка. Можно делать и порционно формы для кексиков, например. Силиконные формочки, просто чтобы из которых было легко вынимать. Далее перекладываем наш вкусный зефир. Главное не съесть уже и на этом этапе его. Все просто выравниваю. У меня форма эта больше, чем на зефир нужно. Поэтому я на половинку противня выкладываю, остальную просто закрываю пищевой пленочкой. И все. Убираем в холодильник буквально на час. И ваш вкусный зефир уже будет готов. Спустя час, вуаля, начинаем наслаждаться. Пленочка пищевая легко отходит. Еще такой момент, что этот зефир можно приготовить в круглой форме для пирогов, к примеру. А сверху полить шоколадом. Это будет такой нежный, легкий тортик. Особенно если шоколад вы возьмете горький, то это еще будет и очень полезно. Можно разрезать на разные формы кусочки. Я по-разному всегда готовлю. В любом случае получается вкусно и нежно. И детки едят с удовольствием. Своей доченьке я еще нарезаю на такие маленькие кусочки и обмакиваю в шоколаде. Ну, это уже совсем другой вкус. Кто пробовал зефир в шоколаде, тот знает. Приятного вам аппетита!